Что интересного рассказал представитель ВТБ студентам? Выпускники всех лет, объединяйтесь! Всем привет! В эфире Универ Ньюса, в студии Виктория Бояринцева. Казанский федеральный университет занял первое место в премьер-лиге национального агрегированного рейтинга вузов России 2023 года. Всего рейтинг объединил 686 российских вузов, которые распределены на 10 лиг. В премьер-лигу попали 44 вуза, большая часть которых – участники проекта «Приоритет-2030». В стенах Казанского федерального университета прошла встреча студентов с представителями Банка ВТБ. Ребята унесли домой не только знания, но и памятные сувениры. Более подробно расскажет наш корреспондент Лилия Шайхудинова. 31 марта в Казанском федеральном университете состоялась встреча студентов с заместителем президента председателя правления ВТБ Анатолием Печатниковым. Цель нашего визита – это расширить наше сотрудничество. Мы сегодня как раз и подписывали соглашение об этом. И сотрудничество наше предполагает разные формы. И участие наших специалистов в образовательном процессе, и, соответственно, участие в финансировании вашего эндаумент-фонда, который идет на развитие, в том числе, образовательных программ, и поддержка преподавателей, студентов продуктами и сервисами нашего банка. Представители банка ВТБ встретились с первым проректором-проректором по научной деятельности Дмитрием Таюрским. После чего было посещение музея истории Казанского федерального университета для ознакомления с историей вуза. Главным же событием вечера стало подписание соглашения о сотрудничестве между Казанским федеральным университетом и банком ВТБ. Спасибо. Очень приятно, что мы сегодня, общаясь с Анатолиевичем, узнали о многих инициативах ВТБ банка, которые направлены на социальную поддержку и пенсионеров, и социальную поддержку работников, студентов. И действительно это очень важно, потому что в этом случае, когда человек ощущает поддержку, пусть даже небольшую, он ощущает, что он не один. Также в рамках встречи Анатолий Печатников пообщался с студентами и вручил им памятные подарки от ВТБ. Это все происходило в рамках благотворительности «Студенческая весна». 29 марта впервые в Елабужском институте Казанского федерального университета состоялась Всероссийская научно-практическая конференция выпускников. В работе экспертных советов конференции приняли участие ведущие ученые и специалисты университета. Подробнее о мероприятии расскажет моя коллега Диана Калимулина. В Елабужском институте Казанского федерального университета впервые состоялась Всероссийская научно-практическая конференция выпускники Елабужского института в современном образовательном пространстве. Обычно в таких случаях мы говорим с уважаемыми гостями нашего института. Но сегодня, уверенно, каждый из вас может сказать, что мы думаем. 2023 год для нас является очень знаковым. Именно в этот год, который объявлен президентом России, годом педагогом и наставником Российской Федерации, в год 200-летия со дня рождения Великого Ушинского, наш институт отмечает маленький юбилей – 125 лет со дня основания учебного заведения. Конференция была посвящена сразу двум знаменательным событиям – 125-летию со дня основания учебного заведения, а также году педагога и наставника, официальный старт которому был дан в ходе торжественной церемонии. Это большой социальный лифт. Люди, которые прошли обучение в наших вузах, не потерялись нигде, кроме того, что они становятся учителями, не обретают и много компетенции в других областях, поэтому выпускников вуза можно встретить абсолютно везде, на всех министерствах, ведомствах, в госсовете и в Госдуме, поэтому я считаю, что наш вуз – это готовит учителей с большой буквы. Умение логически мыслить, умение считать, умение анализировать – все это было мне, скажем, преподнесено, и я это все получила в нашем Елабужском педагогическом институте. Вот уже на протяжении 125 лет Елабужский институт выполняет свою просветительскую миссию, воспитывая учителей не только для школ Республики Татарстан, но и для многих других регионов страны. За годы своего существования учебное заведение стало визитной карточкой города Елабуги, а также центром притяжения для активной творческой молодежи. По воспитательной работе в начальной школе каждый сегодня ушел с каким-то маленьким багажом, который можно уже завтра применять. Действительно, преподаватели научили нас смотреть на ученика, не просто как на объект, а именно на факел, который нужно зажечь. В рамках 20 тематических секций было рассмотрено множество актуальных вопросов, начиная от инноваций в сфере дошкольного образования, заканчивая практиками менеджмента образовательных учреждений. Большой интерес у педагогов вызвали вопросы преподавания естественно-научных дисциплин, родного языка, а также проблемы в формировании функциональной грамотности и метапредметных навыков у обучающихся. Я приехал показать то, что устный счет, он развивает память, внимание, другие математические способности. И все это начинается буквально второй, четвертый класс. По итогам конференции многие ее участники выразили желание, чтобы в будущем подобные собрания стали традиционными и собирали еще больше выпускников института из разных уголков страны. Диана Калимульна, Аделина Абдрахманова, Универньюз. Насколько хорошо вы знакомы с историей Казанского федерального университета? Участники конкурса «Знаете ли вы историю Альма-Матер» точно положительно ответят на этот вопрос. Все подробности расскажет наш корреспондент Анастасия Уткина. Свои знания в истории университета продемонстрировали студенты и магистранты в конкурсе «Знаете ли вы историю Альма-Матер». Его заключительный этап состоялся 31 марта в Музее истории Казанского федерального университета. Участники прошли квест, в ходе которого жюри оценивали не только познание в истории, но и коммуникабельность и умение работать в команде. Но самое главное, в третьем этапе там нужны уже какие-то командные навыки, поэтому там знания можно как-то, не знаю, не так, в общем, они оцениваются уже. Конкурс состоял из трех этапов. Один из них проходил онлайн, во втором состоялось очное выступление, а финальный этап из 14 команд прошли 4. Именно они участвовали в квесте по 7 музеям Казанского университета. На каждом этапе команды зарабатывали баллы. Суммируя их, жюри выявит победителя. Сегодня, во время квеста, ребята посетят музеи университета, они познакомятся с достопримечательностями на территории университетского комплекса, увидят памятники, сфотографируются. И мы решили, что эти фотографии, они должны быть обязательно. Фотографии сделаны именно ребятами во время квеста, как память о том замечательном времени, которое они провели в Казанском университете. Все этапы пройдены, баллы получены. Участники с нетерпением ждут объявления результатов. Списки победителей будут опубликованы на интернет-портале Казанского федерального университета, а награждение состоится 6 апреля. Анастасия Уткина, Фарид Захитоглы, Универньюз. 31 марта в Инженерном институте Казанского федерального университета прошла научная конференция, посвященная плазменным и аддитивным технологиям в биомедицине. С чем выступили студенты, расскажет Реана Поленова. 31 марта в Инженерном институте Казанского федерального университета прошла научно-образовательная конференция студента, посвященная плазменным и аддитивным технологиям в биомедицине. В рамках мероприятия выступил ряд студентов, которые поделились своими разработками и открытиями. Проходит ежегодная студенческая конференция. У нас она в инженерном институте проходит по различным секциям. На прошлой неделе была секция, связанная с энергетикой, с ТЭК. На это сейчас у нас идет конференция по биомедицинской инженерии, по системам ремонта медтехники и так далее. Как бы докладываются не только результаты, а то, что именно выводится на обсуждение. Вот именно обсуждение на конференции – это основная задача, которую должны студенты освоить. То есть они должны не бояться задавать вопросы, обсуждать. И вот тогда происходит заполнительно через это их обучение. Итоговая научно-познавательная конференция для студентов Казанского федерального университета проходит ежегодно совместно с Управлением научно-исследовательской деятельности КФУ. Целью мероприятий является поддержка и развитие научного потенциала и мотивация к дальнейшей работе в научной сфере студентов. Мероприятие для учащихся выступает в роли тренажера перед защитой их магистрской диссертации. В ходе презентации своего доклада выступающие оттачивают свои коммуникативные способности, что упростит качество их выступления в будущем. Также одна из особенностей мероприятия заключается в том, что оценку выступления дают не только преподаватели и научные руководители, но и остальные участвующие. Конференция, она же известная, как раз направлена в том направлении, где идет и обучение студентов. Оценку, конечно, сами они, во-первых, оценивают, докладывают. Тут уже вопрос такой. Ну и во время, когда идет обсуждение и выступление преподавателей, они дают оценку чисто, как нужно было бы сделать, лучше, как сделать, лучше докладывать и так далее. То есть в данном случае здесь не такая оценка, как на экзамене, типа поставил там неудовлетворительный, и все, здесь нет. Здесь не надо бояться, что ты не так высказался, что, допустим, не надо бояться выглядеть глупо. В течение двух недель пройдут еще две конференции, посвященные научным работам, где оставшиеся секции представят свои доклады. Ариана Поленова, Александр Кузнецов, Ниверньюз. В музее истории Казанского федерального университета состоялось открытие выставки по следам сибирских экспедиций, посвященной 135-летию со дня рождения археолога и этнографа Сергея Теплоухова. Выставка была проведена музеями Казанского университета совместно с научной библиотекой имени Николая Лобачевского. Теплоухов, изучая археологию Минусинской котловины, сумел классифицировать древнеметаллические культуры этой территории. Им была выделена андроновская культура. Он занимался изучением и этнографии этой территории и исследовал сайонов Уренхайского края. Сейчас нам известна эта территория как Республика Тыван. В Казанском федеральном университете проходит ежегодный конкурс «Студенческий лидер КФУ». Он направлен на выявление лидерских качеств обучающихся и проверку знаний законодательства в сфере образования и профсоюзной деятельности. Конкурс проходит два этапа. После прохождения заочного тура участников ждут шесть испытаний, среди которых автопортрет, блиц, правовое ориентирование, мастер-класс, управленческий поединок и своя игра. На этом все. В студии была Виктория Бояринцева. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok